Рады вам представить, называется «Квир-коммунизм. Это этика». Это книжка нашей с Оксаной, которая вышла в московском издательстве, «Свободное марксистское издательство». Нашу сегодняшнюю презентацию мы делаем как бы не сами, а вместе с нашим издателем, с Кириллом Медведевым, который любезно согласился к нам присоединиться. Так как Кирилл здесь, то речь сегодня пойдет не только об этой книжке, но и о других книгах «Свободного марксистского издательства», которые можно приобрести, задать вопросы. И, наверное, Кирилл расскажет, что из себя представляет вот эта серия, в которой вышла книжка «Новая и красная», и почему она в нее попала. Мы с Оксаной прочитаем текст, который дал название этой книге «Квир-коммунизм. Это этика». Вообще, этот сборник, он, как и написано в аннотации, своего рода интеллектуальный отчет нашей работы за последние, наверное, 4 года. Самый ранний текст 2012 года, самый последний, собственно, в конце 2015 был написан. Когда мы получили предложение от Кирилла написать книгу, задача была сформулирована так, что нужно собрать какие-то тексты, над которыми вы работали в последнее время. И так получилось, что большой темой, над которой мы работали последние несколько лет, это тема «Левая интерпретация советского». У нас идет большой проект про советское понятие «советском». И поэтому большую часть текста в этой книжке составляют, собственно, тексты про советское, которые, ну, наверное, бешкекская аудитория, но, во всяком случае, нашим близким друзьям и товарищам, в общем-то, известны, потому что это либо доклады, либо какие-то публикации, которые так или иначе здесь обсуждались. Но другая для нас важная тема – это тема будущего, тема радикального воображения. Имя для проекта будущего мы, как бы, называем его «Квир-коммунизмом». И поэтому, как бы, все-таки заглавный текст этого сборника мы решили посвятить такому вот манифестному, отчасти, как бы, изложению того, что мы понимаем под «Квир-коммунизмом». Я сразу скажу, что вот слово «этика» в названии не должно вас смущать, это «этика» здесь – это не мораль, вообще здесь нет никаких претензий на какое-то морализаторство, что «этика» здесь понимается, в общем-то, в своем самом базовом смысле, как отношения между людьми, но не только между людьми, между людьми и животными, между вещами, между объектами. И мы действительно делаем акцент, говоря о будущем, не на политике или не на экономике, а на этике, то есть на попытке представить то, какими могут быть отношения между людьми и нелюдьми. И более важный вопрос, который мы для себя ставим, если мы видим и понимаем, что любой проект освобождения и любой проект будущего – это изменение в том числе отношений, разных, товарищеских, дружеских, любовных и так далее, то не стоит ли нам уже, как бы участвовать в некой политической борьбе за этот проект будущего, не стоит ли нам уже задумываться о наших отношениях. Собственно, этому посвящен этот текст. И мы его, собственно, зачитаем. На самом деле он в некоторой степени провокационный. И, в общем-то, он таким образом задумывался. Это такой, как бы, текст-перформанс. Впервые мы его прочитали в конце 2015 года на конференции. И, в общем-то, эта провокация, она, как бы, имела смысл, потому что аудитория была очень разная, в том числе достаточно консервативная, хотя это была левая конференция, которая, собственно, как бы на этот текст, на эту нашу провокацию отреагировала достаточно, ну, в общем-то, так, как и ожидалось, достаточно агрессивно. На самом деле, сегодня мы перформанс этот делать не будем, поэтому все карты раскрываем сразу. Вместе с этим текстом мы обычно раздаем значки. Вот. На которых написано «Мужчиной быть стыдно» и «Даешь феминистскую диктатуру». Обычно это сюрприз, как рояль в кустах, когда он достается. Но сегодня у нас нет цели никого провоцировать, у нас нет цели делать какой-то перформанс. Нам кажется, что мы в коллективе единомышленников и товарищей. Наша цель не сотворить какую-то провокацию, а скорее обсудить и детально проговорить. Потому что кроме, собственно, провокационного момента, конечно, здесь содержатся и непровокационные, а мы пытаемся раскрыть некую свою логику, логику того политического проекта левого, внутри левого. То есть для нас, конечно же, имя будущего – это коммунизм, но для нас важно подчеркнуть, что это еще и квир-коммунизм. Ну и последнее, что я хочу сказать, что сегодня 17 мая, и эту нашу презентацию квир-книжки мы посвящаем Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Вот. Но мы, наверное, прочитаем этот, собственно, текст, про который я говорил, самый, в общем-то, поэтический, насколько может быть поэтичным текст публицистической книжки. Потом Кирилл расскажет про книги свободного марксистского издательства. Итак, квир-коммунизм – это этика. Футурология – исключение. Эмансипация рабочих, как мы помним, возможна только при победе пролетариата, в классовой борьбе. Чтобы победить, рабочий класс должен обрести классовое самосознание, стать классом для себя, то есть в полной мере осознать свое угнетенное положение и покончить с ним. Иными словами, только рабочие могут быть субъектами своего собственного освобождения. Интересно, что эмансипация всех остальных угнетенных групп виделась многим революционерам и большевикам, в первую очередь, по-другому. Наверное, этот образ можно назвать эмансипацией без субъекта. В визионерских и утопических текстах революционной эпохи освобождение часто связывается с развитием производительных сил. Яркий пример – бебель, согласно которому освобождение женщины от кухонного рабства лежит через электрификацию и научную организацию приготовления пищи. На электрифицированной кухне готовкой по научно выверенным рецептам все так же будет заниматься женщина, но сам процесс приготовления еды будет напоминать не рабский труд, а работу ученого в лаборатории. Система отношений, ЭТОС, при этом пересмотру не подвергается. Эта бебелевская вера, в освобождающую силу технологии, легла и в основу большевистского эмансипаторного проекта, практически вся энергия которого была инвестирована в строительство условных фабрик кухонь, в то время как сам принцип гендерного разделения труда пересмотру не подвергался. Или другой пример. При капитализме инвалидность имеет характер стигмы и воспринимается исключительно как бремя. С эмансипацией, интеграцией инвалидов или людей с психическими особенностями все обстояло еще хуже. Имело место просто откровенная евгеника. Воображение революционеров, развитие технологий должно было не этих людей эмансипировать от капиталистической стигмы неполноценности, а освободить общество от таких людей. Согласно Троцкому, например, одним из безусловных достижений социализма станет искусственный отбор, который позволит вывести особый социально-биологический тип человека. Да, если мы последуем во времени далее, послевоенную фантастику, то заметим такой же образ будущего. Ставки делаются на технику. Человек же является и функцией. Причем техницизм выступает в ансамбле с биодетерминизмом. Это очевидно, например, у такого писателя, как Ефремов, который, следуя логике роста производительных сил, приходит в итоге к эссенциализму. В будущем, по мнению Ефремова, на лице Земли останется только прекрасная, лучшая, здоровая. То есть, в версии Ефремова и сегодняшних консерваторов все фундаментальное, базовое, неизменяемое. Люди будущего у Ефремова здоровы и красивы, а гендерная бинарность – базовый принцип бытия. И это отнюдь не установка будущего, но установка настоящего. Так, например, тратуют фантастику Джеймисон, и я с ним согласна. Чтобы увидеть настоящее, нужно его остранить. И в фантастике, особенно утопической, это осуществляется посредством особой операции. Настоящее меняет внешность, но сохраняет нечто существенное – аксиологию, то есть основные установки и ценности. Здесь самый яркий пример – позиция братьев Стругацких, тоже яркие фантасты послевоенные. Они декларировали, что героев будущего они списывают со своих современников, друзей, лучших людей сегодняшнего дня, как они и говорили. Одна из глав их романа «Полдень, 22 век» называется «Почти такие же». То есть люди будущего почти такие же, как лучшие люди настоящего. Таким образом, этических проблем социализации и инкультурации советских мужчин, не могу сказать людей, так как герои Стругацких – только мужчины, для писателей не существовало. Эти этические проблемы, установки и ценности, которые мы вычленяем в советской фантастике, интерсекциональный феминизм называют эксклюзивными, то есть исключающими. Инвалидов, людей с особенностями психики, гомосексуалов, квиров, людей «некрасивых» и «неумных» в коммунистическом будущем нет. Да, в том будущем, который фантастика рисует. Потому что их не было в советском настоящем. Не было в том смысле, что их интересы программно игнорировались. Фантастика, как аксиологический свод, то есть свод ценностей, исключает все эти девиации просто умолчанием. Для этого исключения не нужны газовые камеры, федеральные законы и хоругвеносцы. Это исключение чистое и бескромное. Это просто переписанный мир. Мир «здоровый» в кавычках. То есть медикализированный и близкий, сексистский и далее по списку исключений. «Умолчание» работает как вытеснение. Мне вспоминается фрагмент одного из многочисленных старт-треков. Герои из будущего оказываются в земном госпитале 80-х. Они убегают от преследователей, но им преграждает путь каталка со старушкой, которую везут на операцию. Доктор с интерфрайза, приговаривая что-то вроде «не медицина, а инквизиция», дает ей таблетку, которая моментально избавляет ее от недуга. Фантастика тут во многом работает как магия. Волшебная таблетка избавляет и от самой болезни, и от ее социальных коннотаций. Изоляции, беспомощности, бремени, заботы, которая ложится на ближайших родственников. Из социологического воображения устраняется необходимость бросать вызов общественным установкам. Все, что нам не нравится, просто исчезнет с развитием науки и техники. Но это совсем не марксистский взгляд. Тут полезно вспомнить раннего Маркса, согласно которому преодоление отчуждения не эффект антикапиталистической революции, как многим представляется, а один из важнейших факторов ее осуществления. Именно в стремлении преодолеть отчуждение, то есть подвергнут радикальному пересмотру общественной установки, и рождается революционный субъект, способный разнести к чертям ненавистный миропорядок. Из недавнего фантастического чтива в этом смысле интересным кажется роман 2312, в котором Ким Стэнли Робинсон ставит веру в технологическую эмансипацию без субъекта под сомнение. В мире его романа люди освоили всю Солнечную систему. Космическое пространство соединено с Землей гигантскими лифтами. Продолжительность жизни спейсеров, людей, живущих на других планетах, может достигать 500 лет. Есть возможности для преодоления половой бинарности. Астероиды приспособлены под нужды сельского хозяйства и перемещения по Солнечной системе. И на фоне всего этого из 10 миллиардов землян 3 живет за чертой бедности, а еще 5-6 около этой черты. То есть современная социальная композиция мира осталась неизменной. Угнетение осталось, насилие осталось, неравенство только усилилось. Технологии, даже самой прогрессивной и совершенной, недостаточны для эмансипации. Необходим субъект, требующий пересмотра общественных установок и отношений, настаивающий на совершенно иных этических императивах. От воображения технологии к воображению отношений. Следующая главка. Итак, сама по себе технология в отсутствии субъекта эмансипации не является нейтральной освободительной силой. Интересы женщин никогда не относились к приоритетным. Оттого техника, здесь перефразирую Ларису Рейснер, не на нашей стороне. Например, до сих пор не создано эффективного обезболивания родов. Эта проблема не просто непринципиальна, но встречает противодействие со стороны консерваторов. Несмотря на развитие медицины, роды по-прежнему опасный, травмогенный, болезненный акт для женщины. Однако, по нашему убеждению, радикальная феминистская утопия это не просто безопасные и безболезненные роды, но освобождение женщины от гнета биологии, экстракорпоральное зачатие, вынашивание детей. Женщины не должны рожать. Представьте, в этот момент у консерваторов все взорвалось, когда мы это читали. И уже сегодня это отнюдь не фантастика. Существуют серьезные разработки искусственной матки. Вместе с тем, подобная технологическая перспектива ставит ряд этических вопросов. Некоторые феминистки относятся к инновациям в сфере репродуктивных технологий с опаской, подозревая, что эктогенез, то есть искусственное вынашивание детей, может быть обращен против интересов женщин, может стать еще одним инструментом угнетения, отчуждая женщин от средств воспроизводства человечества. То есть технология может демонстрировать как эмансипационный, так и консервативный потенциал, в зависимости от этических императивов того, кто ее контролирует. Не говоря уже о том, что экстракорпоральное зачатие открывает широкие возможности для евгенических практик, того самого искусственного отбора. Сегодня мораль эксклюзивна, основана на сегрегации здоровых и больных. И при такой морали эти технологии могут стать основой для производства здоровых, нормативных людей без отклонений и болезней, то есть для производства сегрегации как таковой. Между тем, отклонение и болезнь – это не объективные данности, а социальные конструкты, инструменты того же исключения. Но что же предлагаем мы? На что должно быть направлено радикальное воображение сегодня? Мы говорим, что квир-коммунизм – это прежде всего этика, то есть определенный тип отношений между людьми. Воображение будущего должно повернуть от воображения технологии к воображению отношений, определяемых этическими императивами инклюзивности и отказом от количественного измерения угнетений. Мы видим мир будущего как мир сознательного этического выбора, как мир ненормативных людей, в котором нет большинства, поскольку все уязвимы, хотя и по-разному. Какой это мир? В этом мире, например, нельзя представить автобус безудобного пандуса, как сегодня его нельзя представить без двери. В этом мире никого не раздражает, что пандус выдвигается на каждой остановке, как это раздражило одну российскую телеведущую в какой-то европейской стране. И шрифт Брайля в этом мире встречается не только на выставках современного искусства или в других особых зонах. В мире будущего, как и в настоящем, будут инвалиды, люди с психическими особенностями, будут люди с болезнями, будут очень разные люди, но их особенности не сделают их меньшинством, то есть изолированными, маргинальными, носящими стигму несчастья. Вот утопия, над которой мы хотим работать. Революционное предательство. В смысле корреляции этики и политики для меня всегда вдохновляющей была позиция Бениамина. Сегодня, кажется, есть уже некоторая усталость от этого автора, но мне слишком дорога его идея революционного предательства, чтобы отказаться от нее в угоду интеллектуальной моде. Я имею в виду текст «Автор как производитель», в котором Бениамин цитирует Арагона, сказавшего, что революционный интеллектуал предстает в первую очередь и прежде всего предателем по отношению к классу, из которого он произошел. Для меня это универсальная формула солидарности. Понятно, что этот императив обращен к носителям привилегий. Бениамин его обращал к буржуазным писателям и художникам, стремившимся быть в авангарде революционной культуры. Но если придерживаться матрицы интерсекционального феминизма, которая настаивает на пересечении как угнетений, так и привилегий, то этот императив предательства своих привилегий может быть обращен практически к каждому. Неожиданным для меня было открытие, что таким вот революционным предателем был известный классик соцреализма Семен Чуйков. В 1936 году он делает выставку против русского колониализма в Киргизии. Будучи русским, рожденным в Киргизии и, соответственно, связанным с этим колониализмом, выставка была посвящена среднеазиатскому антиколониальному восстанию против Российской империи в 1916 году, столетие которого мы отмечаем, буквально в мае. В Семеречии, территории современной Кыргызстана и Казахстана, это восстание было особенно кровавым. Тысячи кыргызов и казахов были вынуждены спасаться бегством в Китай от царских характерей и казаков. Восстание носило откровенный межэтнический характер. Для восставших колонистами были все русские. Чуйкову было 14 лет в 1916 году, и он наверняка хорошо помнил события восстания. Но в 1936 году он оказывается на стороне угнетенных, предавая таким образом свое русское колониальное происхождение. Мне кажется, что солидарность и осознанный этический выбор это всегда вот такое вот радикальное и болезненное предательство. Солидарность с угнетенными – это уничтожение в себе угнетателя. В этом смысле у меня никогда не было доверия к движениям вроде «Альянс гетеросексуалов за права ЛГБТ» или «Союзники феминизма», тем более мужчины-феминисты и тому подобное. Это не подрыв матрицы угнетения, а ее укрепление. Доминирующая группа только укрепляет свои позиции. Сравни. Это с движением «Буржуазия за права рабочих». Смешно, правда? А мужчины за права женщин – это нормально. Поэтому, если уж делать этику предметом утопического воображения, то наша утопия – это не гетеросексуалов за права ЛГБТ, а, например, ОДСМ – «Общество добровольного самоуничтожения мужчин». Мы хотим жить не только в мире без классов, но и в мире без мужчин и женщин. Но чтобы не было мужчин и женщин, сперва должно не стать мужчин. Феминистская диктатура. Действительно, сложно назвать хотя бы одну причину, которая оправдывала бы существование концепта мужчины в утопическом мире без патриархата. Что такое мужчина? Давайте подумаем. Когда мы, допустим, встречаем на улице человека, то определяем его как мужчину, не тем, что проверяем у него наличие определенных гениталий, а тем, что тестируем его гендер, одежду, манеру общения, некие вторичные, третичные признаки. Мужчина – это концептуальный конструкт, подразумевающий набор неких мужественных черт. И весь этот набор без исключения есть функция или эффект патриархата. Поэтому фразы «мужчины за права женщин» или «гидросексуалы за права квиров» действительно аналогичны фразам «буржуазия за права рабочих» или «пчелы против меда». Это попытка сохранить свои привилегии. Не революционный, а косметический, реформаторский путь. В этом смысле общество добровольного самоуничтожения мужчин действительно звучит революционно. Это коррелирует с марксистской идеей перехода от классового к бесклассовому обществу через промежуточную форму, диктатуру угнетенного класса, пролетариата. По аналогии, путь к свободному а-гендерному обществу лежит через феминистскую диктатуру или, что то же самое, через радикальный отказ доминирующей группы от привилегий. Оппоненты говорят нам, что слово «диктатура» звучит страшно и насильственно, и что большинство удовлетворено современной гендерной системой. Однако... А ты хочешь сказать, что это потом уже по... Я просто хотел сказать, что это... Да, это мы включили уже по итогам вот этот вот критик. В первоначальном тексте вот этого абзаца, который сейчас читаю, его не было. На перформансе вот этом, собственно, как бы вот мы включили комментарии как бы ведущих левых российских интеллектуалов. Реакция уже... Мы включили сюда, интегрировали в текст реакцию уже аудитории. Собственно, вот это вот они нам и говорили, что большинство... Большинство... Не, оппоненты говорят... Удовлетворено современной гендерной системы говорили нам из аудитории. Ведущие левые интеллектуалы. Да, ведущие левые интеллектуалы. Борис Кагарлицкий, например. Что-то его палец на видео. Ну, в принципе, он это нам публично говорил. Большинство, значит, удовлетворено современной гендерной системой. Однако оппоненты не замечают, что уже существует в условиях диктатуры. В гетеросексистской гендерно-нормативной матрице, которую каждая женщина свободно выбирает, в кавычках, пройдя фильтры социализации и инкультурации, школу кнутов и пряников, социальных наказаний и поощрений, обучающих чувствовать и желать. Однако и сегодня такая дрессировка, программирующая производство гендерно-сегрегированной детной гетеросемьи, работает со сбоями. Адриан Рич писала о гетеросексуальности, о которой Махира переводила, которая навязывается женщинам как путем непосредственного насилия, так и на бессознательном уровне. То же самое можно сказать о гендерной модели вообще. Тем не менее, существует множество людей, не вписывающихся в систему, даже при такой дрессировке сегодня. Рич пишет о женщинах, сопротивляющихся принудительной гетеросексуальности под страхом пыток, заключения, психохирургии, социального астракизма и крайней бедности. Отклонений от предписанной ролевой модели великое множество. Бездетные женщины, матери-одиночки, в кавычках, одинокие женщины, ЛГБТ-плюс. Этот плюс показывает, что количество девиаций, с которыми приходится бороться защитнику традиционных ценностей, бесконечно. Это программы, не включенные в систему люди, которым нормативная аксиология, система ценностей, то есть отказывает в счастье, в самореализации, а порой в самой человечности. А включенные? Как обстоит дело с женщинами, которые обрели счастье в семье? Каждая счастлива и самореализована? Вопрос. Не углубляясь в детали, можно вспомнить лишь статистику семейного насилия, а говоря без эфемизмом, статистику системного насилия мужчин над женщинами и детьми. В Кыргызстане, по официальным данным, пострадавших женщин больше 2000 ежегодно, при этом правозащитники сходятся в том, что реальная статистика в разы больше. Что такое это насилие, как нерутинная работа надсмотрщиков этой самой патриархатной диктатуры? Иными словами, лояльность некоего аморфного большинства в существующей системе, как минимум, спорна, не говоря о множестве меньшинств, которых система карает без оговорок и иллюзий. Феминистская или квир-диктатура это не диктатура большинства, а диктатура перераспределения привилегий в сторону бывших меньшинств. Женщины, не являясь меньшинством статистически, являются таковыми политически. Принципиально иная социализация и инкультурация без унылого навязывания мужских и женских предназначений создаст иную карту желаний большинства, в кавычках, вернее, элиминирует само это понятие большинство в отношении пола и сексуальности. Мы считаем, что существующая система исторически обречена, однако для ее сноса необходимы консолидированные усилия угутенных. Мы не отрицаем, что для многих мужчин ее рамки тоже узки, поскольку система грубая и косна. Мы приветствуем желание мужчин присоединиться к борьбе, однако представители доминирующей группы должны ясно осознать ту роль, которую отводит им система. Здесь примером может быть как Чуйков, так и Энгельс, представитель буржуазии, который не пытался доказать, что богатые тоже плачут. Чтобы сознательно отказаться от этой роли, непризнание патриархата как системной власти мужчин не ведет к равенству, а напротив затушевывает и консервирует повседневность насилия, дискриминации, ослабляет и нивелирует феминистскую борьбу. В этом смысле общество добровольного самоуничтожения мужчин может быть первым шагом смелой солидарности. А, да, радикальная солидарность. А, ну здесь обязательно встает вопрос о практиках отказа от привилегий, о повседневности, о формах активизма, если угодно, о культуре предательства доминирующей группы. ОДСН звучит, конечно, эффектно, но что это значит на практике вступить в общество добровольного самоуничтожения мужчин? Вот вопрос. Хороших мужчин не бывает, как не бывает хороших капиталистов. Дело не в конкретном человеке, а в месте, которое он занимает в системе угнетения. В общем-то, никто из нас это место угнетателя добровольно не выбирает. Я не вижу никакого смысла пытаться его сохранить. Самым первым шагом на пути революционного предательства должен стать публичный отказ от своей мужественности, от своих привилегий угнетателя. Можно, например, надеть вот такой значок, про который мы говорили. Мы так вот его придумали с лозунгом движения «Мужчиной быть стыдно». Если вы будете носить этот значок, то неминуемо превратитесь в объект постоянного интереса, порой агрессивного. Вы будете вынуждены оправдываться и объясняться, так же, как постоянно оправдываются и объясняются представители различных угнетенных групп в патриархатном обществе. И все же революционное предательство не сделает представителя доминирующей группы угнетенным. Это очень важно понимать. Значок можно с легкостью снять, а перестать быть женщиной с той же легкостью не получится. Революционное предательство не стоит воспринимать как рецепт революционной трансформации. Наподобие либерально-наивного императива «Начни с себя». Придать свои привилегии не более чем базовое условие – входной билет первый пункт нашего Кодекса строителя квиркоммунизма. Простите, искра, из которой разгорится пламя. Это заявление о готовности принять вызов равенства. Ведь чтобы всем стало хорошо, многие должны будут расстаться со своим комфортом. Иного рецепта революционного перераспределения общественного блага, кроме экспроприации булгаковского «отнять и поделить» – нет. Как бы кто не любил это, но чтобы всем было хорошо, нужно отнять и поделить. Однако мысль о том, что экспроприированными могут оказаться ресурсы, неравномерное распределение которых связано с патриархатным исключением и угнетением, свободное время, ресурсы репрезентации, бытовой комфорт и тому подобное, не является самой очевидной для многих представителей доминирующих групп, выступающих за равенство эмансипации угнетенных. Понятно, когда тебе говорят, что у тебя квартиру как бы, тебе в квартиру подсели, как-то понятно, что с тобой произойдет. Но когда тебе говорят, что ты должен тратить больше времени на репродуктивный труд, что тебя должно быть меньше видно, это как-то не… люди не понимают, что это тоже жертвы, и эти жертвы нужно нести. Я просто отвлекусь, вспомню пример уже, который попался после того, как вышла книжка. Крупный фестиваль, конкурс или фестиваль комиксов не включил в свой лонг-лист ни одной женщины или в шорт-лист. В общем, и несколько мужчин, которые были включены в этот список, отказались принимать участие в этом конкурсе вообще, то есть быть рассматриваемым на получение награды, потому что там не было ни одной женщины. То есть это вот и есть форма того предательства, о котором мы говорили. Они перестали быть мужчинами, но они как бы сказали, нет, так не пойдет. Мы не будем, мы не хотим эти получать то, где нет равномерного распределения блага. Революционное предательство – это заявление о намерении, декларация утопической, но не идеалистической интенции, которая только тогда будет реализована в полной мере, когда из индивидуального джеста превратится в массовую революционную практику. Спасибо.